Всем привет, с вами Артём, и это проект Geek Media. И сегодня пятница, а это значит с вами снова цифровой картон и наши настолочки, которые всегда с нами. И сегодня на обзоре у нас необычная кладостроительная настольная игра под названием Mystic Wave. И в этой игре нам предстоит выступить в роли сильнейших друидов, которые прибыли в далёкие земли, чтобы помочь матери-земле восстановиться и освободить древних духов. Кстати, в картоне эта игра реально выглядит ну очень необычно за счёт прозрачных карт, из которых игроки и составляют колоды. Но давайте всё же посмотрим на цифровую версию игры. Mystic Wave это карточная игра от двух до четырёх игроков с режимами онлайн и против ИИ, правда от четырёх уровней сложности. Вообще эта игра уникальна, потому что используют необычную механику крафта карт. Вся игра идёт на набор фиксированного количества очков, который зависит от игроков в партии. А также игроки могут получать очки, указанные на покупаемых картах долин. Итак, в начале игры у каждого игрока есть одинаковые базовые колоды. Некоторые карты полностью пустые, а некоторые заполненными элементами, ну на треть карты. Дело в том, что здесь игроки по факту не покупают целую карту, а лишь одну третью от её общего размера. То есть у карты есть три секции, нижняя, средняя и верхняя. И игроки могут приобретать карты, разбивая и обгрыживая уже имеющиеся. Секции карт бывают у нас двух видов. Базовые, которые практически всегда в наличии, и специальные. С уникальными свойствами и уникальными значками. Все покупки совершаются за специальные синие значки на открытых игроками картах. Причём до начала хода игрок точно не знает, сколько у него будет очков на покупку. Потому что карта из колоды скрывается до момента, пока не будут видны три символа смены декады. И это очень интересная механика, потому как в счёт идёт и верхняя карта колоды. Однако она не приносит очков на покупку, а лишь учитываются красные значки. И только собрав четыре таких значка, ход пропускается. И тут уже игрок может сам решать, тянуть ему следующую карту в надежде получить больше очков на покупку, или же лучше не рисковать. Покупая части карты, игрок размещает их в существующих картах. Причём покупать можно неограниченное количество вход, лишь бы очков хватало. Однако на картах, кроме дополнительных денег, что они будут приносить, есть ещё и возможные очки для финального подсчёта. Либо символы защитников для специальных комбо, которые можно создать при крафте. Ну и ещё одним элементом, который бывает на картах, являются символы духов. Они бывают четырёх типов и нужны для покупки особых карт Толины. Эти карты дают постоянный бонус игроку, а также приносят немало очков в конце партии. Тут могут быть дополнительные ресурсы, возможность сброса карт или же замена символов духов. Таким образом, игроки улучшают свои карты, наполняя колоду до момента, пока все очки, отведённые на партию, не будут разобраны. Тогда и наступает финальный подсчёт очков. Мистик Уэйл Мистик Уэйл – это просто очень необычная игра, которая действительно предлагает что-то новое в механике кладостроения. Внешне игра выглядит довольно неплохо, и упор в ней сделан именно на самих картах и их артах. Карты очень клёвые, особенно моменты их анимации, да и всякие там подсветки и вылеты добавляют красоты. В общем, восьмёрка. В принципе, здесь всё наглядно и удобно. У вас всегда есть доступ ко всем картам, легко по тапу можно их увеличивать и прочитать свойства. Но всё-таки на экране всё выглядит немного наляписто, иногда теряется что где и к чему относятся. Так что максимум восьмёрка. Насчёт сложности игры. В общем, здесь всё ясно. Открываем карты из колоды, покупаем обновы на карты, в надежде получить больше очков, докупая новые карты долин. Но честно говоря, игра начинается очень медленно и не всегда понятно что и как лучше прокачивать. Да и обучение не самое быстрое и немного путанное. Поэтому, поэтому шестёрка. Но несмотря ни на что в игру хочется играть, потому что это всегда круто создавать что-то новое, своё уникальное. Здесь игра построена именно на крафте. Да и кроме того, игра может предложить и дополнение, которое расширяет функционал ещё больше. Восьмёрка. В общем, Mystic Whale набрал у нас 30 очков. И это довольно достойный результат. Играть в неё можно. Но вот в данном случае, в реале, эта игра намного круче. Как по ощущениям, так и по внешнему виду. Ну а что вы думаете об этой игре, напишите обязательно в комментариях под видео. И конечно же не забудьте поставить лайк. А также подписаться на канал Geek Media и на мой канал о настолках Beaver Games. Ссылки будут в описании. На этом всё. До следующей пятницы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok